Приветствую, друзья. Вот Александр, фамилию не говорю, не согласовал пока, написал мне, давайте исходить от естества, это про нулевое состояние, когда мужчина и женщина не имеют мыслей, да-да, вот именно тогда, вот это и есть нулевое сознание, написал Александр. Я написал там в комментарии, об этом написано, и в Тантра-йоге, техники ключа основаны на глубоком научном изучении механизмов работы мозга и позволяют получать это нулевое состояние для разных целей, в разных условиях, самым простым способом и в любой момент времени. Потому что то, что обычно происходит с помощью каких-то естественных природных механизмов, естественных событий, например, это же нулевое состояние вы можете получить, когда вы входите в ритм бега. Вот вы бежите, бежите, в ритм бега вошли, задумались о чём-то, напряжение упало, и вы бежите на автомате, или можете получить после преодоления пика напряжения. Например, вы бежите в ритм не вошли, напряжение растёт, это уже не марафонский бег, а вы там через силу бежите, через силу, и вот через силу, когда все силы собрали, преодолели, и вдруг лёгкость второго дыхания, сила контраста. Поэтому есть сила момента и сила контраста. После пика напряжения, например, как в примере про мужчину и женщину, после пика напряжения на силе контраста нулевое состояние, это уже нирвана. А в обычных условиях, например, когда вы не в диком напряжении, нет пика никакого, просто использовали приёмы ключа, но если не было напряжения до этого сильного, то и разницы особо не видно. Поэтому метод ключ особенно полезен для тех, которые в диком напряжении, которые работают на грани своих функциональных возможностей, которые учатся на пределе своих возможностей, хотят быстрее обучаться, тренироваться, восстанавливаться, снимать нервномышечные зажимы. Вот для них это нужно. А в обычном состоянии это делается для профилактики стрессовых состояний, для выработки стресс-иммунитета. И иммунитета ко всем другим делам. Вы понимаете, о чём я говорю. А вот нулевое состояние, которое возникает после сброса лишнего напряжения с выходом на эту нирвану, в этом нуле и собака не кусает. Вы не представляете, почему. Потому что собаки ориентируются на запахи, а когда у человека состояние страха, у него адреналин, он мобилизован, перемобилизован, обратите на это внимание. В состоянии нуля даже гаишник не остановит, потому что у вас состояние и поведения, и взгляд у вас такой, как у Будды, нейтральное, спокойное, уравновешенное, такое обаятельное. Никакой агрессии, никакой раздражительности. Такое полновесное, сбалансированное, где парасимпатические отделы, симпатикотонические отделы нервной системы в гармонии. Поэтому эндорфинный баланс, гормональный баланс, это очень вместо адреналина эндорфиноподобные вещества. Так вот, Будда, он сын царя, и он увидел страдания у человека, и он ушёл с Китания, и там 30 лет, по-моему, он ходил. Это было очень-очень давно, много-много лет до нашей эры. Он ходил-ходил, пытался понять, как он сказал, рождение страдания, жизни страдания, смерти страдания, и нашёл нирвану, в конце концов. Нирвана – это состояние безмятежности, глубочайшей задумчивости, созерцания, эмоционального дистанцирования, безмятежности. Буддизм, кстати говоря, это не религия, там нету Бога. Сам Будда сказал, если между вами и истиной стану я, убейте меня. То есть он имеет в виду, что там ищут истину. Так вот, я вам хочу сказать, друзья, путь к нирване – медитация. А у нас для тех людей, которые не могут войти в медитативное состояние, не могут медитировать, ключевые приёмы – раскрепощение, снятие нервно-мышленных зажимов, подбор действий синхронно к текущему состоянию в моменте. И поэтому я назвал этот ролик «Сила момента» и «Сила контраста». До встречи, друзья. Да, кстати говоря, буддизм – это сострадание. И ещё раз, это очень важно. Начал будет с того, как уйти от того, что люди всё время страдают. И в результате – доброта, сострадание, любовь к человеку – то, чем мы и занимаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...